Всем привет! С вами снова Atlantis T570. И сегодня ваше внимание представляется очередной выпуск журнала Танк Т-3485. Такой вот он длинный, дурнамент 111. Давайте посмотрим, не знаю, можем мы его с ним собрать или нет. Это прикольная такая бумажка по центру. Ну ладно, это не столь важно, важно то, что нам надо как-то это не закрепить. Посмотрим, что мы тут можем сделать. Как я понимаю, этот трост, по крайней мере, очень похож на металлический, может и правда металлический? Да, да, это конечно прикольно. Да, это металл, кстати, прикольно. Вот такая вот антенна. Кстати, тоже из металла. Посадочная часть полосмассы. Вот так вот у нас должен получиться при уже скручивании. Но, поскольку, как я уже сказал, у меня башня не зафиксирована, как видите, я пока что не буду скручивать это все. Плюс нам надо еще декаль приклеить и так далее. Ладно, давайте поставим бронелифчик. Как бы вам это показать. Ставится он у нас вот сюда вот. Чего нам это прикручивать вообще? Так, а есть разница какой страны? Нет, нет. Чего нам прикручивать не надо? С одной стороны. Так, наш бронелифчик поставили. Так, дальше поставим антенку. Антенка у нас по башне командира. У нее есть какая-то направляющая или это просто ошибка литья или правда направляющая. Вот такая вот у нас антенка. Вот так вот у нас уже эпичненько выглядит. И, конечно, вот такой вот тросик. Тросик у нас 101СССР. Так, уложите буксеренчат троса вдоль левого борта корпуса, как показано в рисунке. Буксеренчат будет удерживаться ящиками при надлежности, которые появятся на следующих этапах сборки. То есть, ну, красота. Нам сейчас его не надо никак крепить. То есть, значит, он нам в дальнейшем ничем не помешает. Да. Хоть он стоит в шкафу у меня, но он уже, блин, запалился. Извиняюсь, это я как-нибудь не знаю. Про труб. Вставил бы он где-нибудь не в шкафу, я думаю, на нем уже километровый слой пыли был бы. Надо антенку в другую сторону отжать. Не хочет она отжиматься в другую сторону, тогда просто развернем ее в другую сторону. И вот у нас что получилось с вами. Бронелифчик, антенка и тросик, который реально металлический. Вот единственный, где-то так антончик пластмассовый у нас. Сами сцепки, можно сказать. Ладно, ребята. Вот такой вот у нас экстра быстрая сборка. Больше у меня журналов на данный момент нету. 112-ый выйдет, я не знаю, через... Когда на следующей неделе у нас получается или через неделю. Я уже даже не знаю, через сколько они выходят, через неделю или через две. Пофиг. К тому времени, я думаю, я найду эти крепежи пластмассовые. Если не найду, то просто прикрутим, пускай башня. Даже лучше будет ее поднимать и смотреть, что внутри. И найду, я думаю, декаль. И мы с вами наконец-то уже соберем то, что у нас не до собрато. Скажем так, доздадим не сданный на экзамен, наверное. Вот у нас ящик какой-то, наверное, вот сюда вот. Вот этот вот ящичек. То есть внутренняя у нас отделка уже стопроцентная, остается только внешняя, получается, да? Внешне у нас, получается, два ящика. Вот, как можно заметить, у нас они отсутствуют, а здесь они присутствуют. Два ящика. Да и по виду все так. Странно, у нас же их, что, два спам номера. Ну, я думаю, еще найдут что-нибудь. Значит, если один 112, другой в 113 номере, что тогда в 114 номере будет. Может, я что-нибудь не замечаю, конечно, на танке. Может, где-нибудь с задней стороны. Хотя у нас здесь вот еще должен быть ящик, как я понимаю. Потому что у нас отверстия с двух сторон. Вот тут посадочные. И с той стороны тоже. Значит, получается еще отказ. 114, 115. Как минимум, а может, их 115 номеров всего лишь. Короче, я точно не помню, но неважно. Главное, процесс сборки у нас двигается. Вот такой вот у нас мега эпичный красавец получается. Легендарнейший просто танк. И нехило такой увесистый, блин. Ну, это радует. Что это кусок пластмассы, а все-таки металл. Конечно, солумин, небось, самый дешевый. Ну, не важно. Главное, не металл. Главное, только не допускать разрушения. А то, если это солумин, а солумин, он не ржавеет. Он тупо гниет, разрушается. Ну, а на этом, наверное, все на данный момент. Ждем следующий выпуск. Так что, на этом все. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте. Ставьте пальцы вверх. Так что, всем счастливо, пока и до встречи. Спасибо за внимание.